А вот сейчас у нас есть возможность поговорить с Константином Елисеевым, заместителем главы администрации президента Украины и неофициальным куратором внешней политики нашего государства. Он сейчас на связи со студией нашей программы, у него и узнаем о результатах. Что конкретно получилось у нашей делегации в Австрии? Ну и с чем украинские дипломаты поедут в Мюнхен? Константин, приветствую вас. Спасибо, что нашли время ответить на вопросы. Скажите, завершился визит нашей делегации в Австрию. Что бы вы назвали главными итогами этой поездки? И чего ждать дальше от Австрии? Все-таки это государство нельзя назвать одним из лоббистов проукраинской политики в Европе. Доброго вечера. Передусім, визит был президента очень динамичным, очень насыщенным. И ключевым стало, по сути, установление персональных контактов президента с новым руководством Австрии. Адже вы знаете, что там был выбран новый президент, произошли парламентские выборы, сформировалась новая коалиция, новый уряд на челе с новым канцлером, а также новый парламент. Поэтому очень важно было установить персональные контакты с президентом, восстановить плитные контакты с бывшим министром законных прав, ныне новым канцлером Австрии, и, конечно, установить контакт с парламентом. Поэтому ключевым стала договоренность про визит в середине березня до Украины президента Австрии. Это будет официальный визит. Плюс договоренность также про то, что в своей политике Австрия, как будущий глава Европейского Союза, с 1 липня будет продолжать помогать нам поступово интегруваться до Европейского Союза. Конечно, вопрос о ситуации на Донбассе, вопрос о миротворческом операции тоже было важным. Ну и, конечно, не менее важным стало вопрос о развитии инвестиционных и бизнес-контактах, потому что вы все знаете, что на сегодня есть очень большой интерес Австрии к украинскому рынку, к Украине, к вопросу приватизации. Поэтому это тоже стало важным вопросом порядка днях перемоги. Константин, а в составе вот этой делегации из Австрии, о которой вы только что говорили, может быть, Себастьян Курц или еще пока рано об этом говорить? Визит президента не планируешь? Приедет до нас президент Республики Австрии, а это будет визит президентский. Себастьян Курц сейчас является канцером, но он также позитивно отреагировал на запрошение президента, и также, я не выключаю, что тоже он этого года отвергает Украину с отдельным визитом. Что очень важно, домовлено, что под час визита президента Австрии отбудется потужный бизнес-форум, потому что президент австрийский приедет с потужной бизнес-делегацией, и этот бизнес-форум, конечно, открыет два наших президента. Понятно. Хорошо. Свена ясна. Давайте теперь поговорим о Мюнхенской конференции по безопасности, во время которой могут пройти и переговоры в нормандском формате. Вот вы ожидаете каких-то конкретных результатов от этой встречи? Если да, то каких? Ну, по-перше, очень важно, что президент Украины возьмет участие в Мюнхенской безопасной конференции. Президент будет иметь возможность выступить с окремной промовой, присвященной европейской безопасности. И, конечно, на полях этого форума будет много и многосторонних, и двосторонних заходов за участием президента, и будут встречи с представителями американского эстабельшмента. Будут встречи с президентом низких стран, членов Европейского Союза, с представителями других стран. Но, конечно, важливой будет встречи впервые за последние много месяцев нормандской четверки на уровне Мюнхенской безопасности. Сейчас ведется активная работа с подготовкой этой встречи. И, конечно, это не одномоментный процесс, поскольку после этого встречи будут также перемывания на уровне и дипломатических радников, и потом на других. Я также не включаю, что уже наступного тижня, перепрошу, будет также контакт нашего президента с канцлером Німеччины Ангелем Меркель. И, конечно, подчас разговора будут обговорены, конечно, и вопросы подальше про залучение Німеччины до регулирования ситуации на Донбассе. И будут обговорены новые инициативы, которые закладены в коалиционной угодке немецкой. В частности, идет о развертание миротворческой операции ООН на оккупованном Донбассе. Константин, сегодня состоялись телефонные переговоры президента Франции и России. И вот президент Макрон отметил, например, что реализация Минских соглашений зашла в тупик. Сказал, что нужны конкретные меры для того, чтобы активизировать этот процесс. Ну вот, интересно, какие это могут быть меры? И не кажется ли вам, что вот это уже просто такие ритуальные слова сейчас про Минск, про тупик, про какие-то шаги? Ну, тут, по-перше, проблема не в Минских домовленостях. Проблема в том, что проблема в Москве, власне кажучи. Проблема в отсутности політичного воли в Москве выполнять Минские домовленості. Тому, звичайно, мы целиком поделяем занепокоение президента Франции, который действительно хочет достигнуть прорыва в Минских домовленостях. Но, звичайно, я хотел бы напомнить, и это было также предметом перемоги, была гуманитарная складыва в выполнении Минских домовленостей. Адже, благодаря самым Минским домовленостям произошло, вы знаете, извилинение украинских заручников, наприкінці минулого года. Наразі снова продолжается работа для того, чтобы этот процесс тривался. Звичайно, мы надеемся на том, чтобы выполнилось иншее положение Минских домовленостей, которые стосуются и питания, виведения российских войск, стосуются, например, встановления зон вольных от тяжелого оружия. Звичайно, это непростой процесс, но мы думаем, что после того, как закончились коалиционные перемоги в Немеччине, после того, как интенсифицировались контакты президента Франции с российской стороной, возможно, нам удастся, и после выборов, конечно, в России, удастся достигнуть певных позитивов на этом направлении. Константин, возможно, в марте состоится уже четвертый раунд переговоров, это после Минска, Белграда, Дубая, Волкера и Суркова. Если состоится, чего ждать в Украине? Ну, когда-то уже четвертый раунд, пятый, какой принесет хоть какой-то результат? Как вы считаете? Ну, дело в том, что триваются перемоги на разных направлениях, на разных треках, на разных уровнях, и, конечно, мы витаем тот факт, что активно залучается американская сторона, и мы думаем, что великий час будет присвящен этим минским перемогам в будущем мюнхенской конференции. Но наша наша мета сейчас ключевая. Это все-таки доказать российскую сторону начать выполнять безопасную часть минских договоров, и создать приятные условия для политического процесса. И одним из важных факторов забезпечения мира и безопасности могла бы стать разгортание полноценной миротворчивой операции ООН, которая могла охопить как оккупированную часть Донбасса, так и, конечно, неконтролированную территорию украинского и российского государственного кордона. Само, власне, над этим працюет и украинская дипломатия, и дипломатия наших партнеров Франции, Немеччины и Соединенных Штатов. Само на этом сейчас сконцентрована увага и нашего друга, американского партнера Курта Волкера. Спасибо. Спасибо. Константин Елисеев, замглавы администрации президента Украины, отвечал на мои вопросы.